ребятки всем привет еще раз сегодня воскресенье наш день отъезда и у нас сборы затянулись потому что лёша как-то нервничал переживал и у него кросс носа пошла и мы не могли остановить плюс мы два раза ездили на новую почту потому что вещи у нас синий помещаются короче какой-то капец позвонили хозяйки как раз ее ждем и и лёша пара комнат сейчас домывает я вещи уже доскладывала и быстренько так как обещала вам показываем нашу квартиру уже бывшую тут еще у нас мусор сейчас нам будем все выбрасывать короче здесь входная дверь высокие потолки что нам очень нравилось вот такой коридорчик направо собственно зал основная комната здесь диван два кресла тумбочка вот зайчка так два комодика какие-то ящички картина лёша картина блин вот это да наша картина до чтоб ничего не забыть как хорошо вот картина это не наша подсолнухи с вазой так следующая комната это кухня вот столик здесь осталось несколько яичек я варю хозяйской кастрюле яйца оставшиеся это все их не это мы оставляем здесь холодильник столик в принципе и наш вид во двор классно так давайте быстренько зайчка извини так короче квартира двухкомнатная потом с коридора у нас прямо так прямо это кладовка так направо это собственно ванная комната здесь нас была стиральная машина ванна зеркало тумбочка унитаз сушилка и налево еще вторая комната которую мы использовали как лёшин кабинет здесь у него стоял его письменный стол кресло а это вся оставшаяся мебель это хозяйская вот чисто один был у нас такой шкаф небольшой и поэтому нас вещи не помещались еще такой маленький комодик тумбочка стол кресло и у нас уже с этой стороны выход на другую сторону улицы что конечно классно здесь было немного мебели на это я люблю были ковры мы сразу по убирали на полу ламинат поэтому ходили басиком или в тапочках и конечно классно это высокие потолки это конечно же огромный кайф вешалка там еще сейчас процесс уборки короче вот таким образом выглядела наша квартира сейчас мы уже не вернее не наша бывшая наша съемная вот такие вот дела поэтому сейчас заканчиваем ребятки сборы и отправляемся в путь пожелайте нам удачи ребятки ну что мы выехали заехали на око взяли по бокальчику кофеёчка я латте лёша просто черный кофе у меня так ужасно высохли руки они у меня все покоцаны и в каких-то ссадинах царапинах я взяла специальные носочки верни носочки а перчаточки с кремушком сейчас как раз то все надену и ребята что вы думаете все мы на выезде север донецк прощай я хотела заснять нет надо сделать фото обязательно севера донецк пока ребятки на что из луганской области мы выехали выпустили на слава богу я разрешение на выезд никакое не брала хотя рассказываю что нужно ну шарик что об этом добрить нельзя что я какая-то красная походу меня обсуждают а еще я такая видите сегодня мала . потому что было вчера пару капелек автозагара от билента и я решила добить и выбросить мне прямо нравится . и все-таки аромат еще от сант морис у меня есть автозагар для тела нужно будет его попробовать это такая прямо бледная бледная короче все хорошо дождик у нас . пасмурно на счастье 15 градусов за бортом полет нормальный все будет хорошо будем держать вас в курсе пожелайте нам удачи на новом месте не могла включить видео этими перчатками вот эйвен термальные источники нужно потом все хорошо распределить потому что как-то в одном месте только на ладошках жидкость получается ничего сейчас уже нормально линейки к бьюти и реально термальные источники потому что поначалу думала что у меня ранки пикут а на самом деле эффект тепла согревающий эффект прямо так приятно и надеюсь они будут тоже неплохо работать а если закрыла такие вот а еще мне реально горят щеки не обсуждают ну прямо нравится такой оттенокожи загорелая такая негра ребятки на все перчатки сняла хоть более-менее ручки нормально себя чувствуют но все равно немножечко подпекают особенно те места где были у меня ссадины и порезики но хотя бы ногти более менее и бутикула уже как бы радует здесь у меня кстати цветочки взяла герань от своей большой на работе ту и оставила потом мятой и также орхидея которая к сожалению уже отсвела едем дальше ребятки мы проезжаем краматорск и здесь наш любимый в кавычках сервис как он называется вообще форт талисман талисман который нас обул на несколько тысяч долларов и сколько-то месяца три машину не отдавали развели как лохов но не совсем конечно но частично развели тоже не очень приятные воспоминания до зайчиков пока больше мы к вам не приедем и и и и и и и и Кстати, ребятки, по всей Украине вот мы едем, делают дороги, прямо расширяют трассу, особенно это касается Луганской и Донецкой областей. Реально прямо молодцы. Местами уже сделали дорогу классную. И вот здесь сняли полотно, будут ее расширять. И даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, Красная Горка, праздник, начало шестого, но тем не менее люди до сих пор работают, дорожники кладут. И причем такой очень высокий слой дороги. Все прямо по стандартам. Молодцы, это радует. Хотя бы в этом плане есть покращение. Но я думаю, что не только в этом, просто на все нужно время. И солнышко. И зелень. Дороги делают. Смотри, это сейчас коробки. Они не захотят с нами бодаться? Не знаю. Хорошие. Вот еще. Большая какая. А вот красивая какая. Все разные. Блондинка. Сейчас как фитинт на улице. А, ну да. Какая-то дерзкая молодая. Какая с белой цяточкой впереди. Витаем у Лиман. Тем более, что Лиман это хутор. Приятно. А тут буквально пару домиков. Буквально пару. Дороги тут нет, да? Да, и такие. Тут надписи интересные. Зато такую вывеску сделали. Вон, сейчас будем ехать. Видишь, остановка. Справа. Да. Здесь пару домиков. И вот там домик. Все, это весь хутор. Смотри, что написано. Ривень цивилизованности нации ревняет станом цвинтерев та сортерев. Вот так вот. Там дальше цвинтер еще будет. Вот домик разваленный. Разваленный. Такое же, это непонятное. Вот. Желто-пузико какая-то. Непонятно. А далее, будет, будет, скажем, цвинтер. Ну, тут тоже дома вон были, но они все разрушены уже. Вон тоже что-то было. Ну, ферма, наверное, какая-то когда-то была. Так, вон. Цвинтер хуторалеман. Вон он, Аркадьон. Я же эту дорогу уже изучила везде. Едем на запад. Солнышко выглянуло. Сияет во всем. Счастливый. А вот Днепропетровская область. Уже мы все ближе и ближе. Ребятки, мы уже практически на месте. Кто досмотрел данный влог до конца, можете видеть, куда мы переехали жить. Всем спасибо за внимание. Встретимся очень скоро уже в новых видео из нового города. Всем спасибо за внимание. Ждем обратной связи. Спасибо за ваши лайки. И всем пока. Мы, конечно, очень устали. Дайочка, скажи пока. Пока, ребята. До новых встреч. Мы уже практически приехали. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok